Снова здравствуйте мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня ребята мы с вами поиграем просто в 10 из 10 игрушку под названием Kingdoms and Castles. Это ребята просто безумно крутая игрушка, где нам предстоит создавать свое королевство. И не просто создавать свое королевство, мы еще его должны будем оборонять, следить за настроением наших жителей, не пытаться их сильно расстроить, также они должны питаться, для этого надо будет там строить всякие пекарни, фермы и того подобного. Также нужно следить, чтобы эти пекарни им не мешали, наоборот помогали, также чтобы они образовывались и конечно приносили нам денежки. В общем здесь ребята очень много всего и мне эта игрушка дико зашла, надеюсь понравится и вам. Если понравится поставьте лайк, думаю наберется тысячи три, можно будет снять еще серию. Игра просто говорю мега бомбезная лично для меня, она мне конечно очень хорошо зашла. Я такие игры вообще люблю на самом деле, где нужно строить какие-то города, но не знаю как они обычно вам заходят. Обычно я там сниму одну серию, две серии сниму, потом людям надоедает почему-то, не знаю, может быть я виноват. Так, в общем тут три сложности есть, это когда вообще никаких особо проблем не будет, легкая сложность когда есть зимы, когда есть противники, когда есть драконы. Ну и конечно хардовая сложность, это на меня постоянно будут инвейды, поэтому я эту сложность пожалуй трогать не буду, она слишком уж суровая. Поэтому берем ее и вот такая у нас есть земелька, я по идее могу ее поменять. И на самом деле я бы ее поменял, не хочу чтобы у нас были вот такие острова, хочется мне начать день в другом месте. Поэтому давайте поищем такой кусок, чтобы он был полностью объединен и мне не приходилось бы плавать с одного острова на другой, строить, точнее мост не плавать, а мост здесь надо будет строить. Вот такой вариант меня более-менее устраивает и в принципе все что нужно здесь поблизости есть. Это точка классная, очень много камня, но я где-нибудь вот здесь обоснусь, мне больше здесь пока что нравится. Так ладно ребята, в общем выбрали мы нашу территорию и выбираем наш баннер. Ну баннер меня в принципе устраивает, назовусь так, надеюсь что меня не размотает, правда по-быстрому меня надеюсь что не размотает. В общем вот такая у нас земелька прекрасная и строится я начну вот в этом месте. Кстати почва означает где можно будет выращивать определенную еду или же нельзя. В общем если там почва дохлая, то как бы толку от нее нет, на ней можно что угодно строить. И самая приятная почва пожалуй ближе всего к воде, потому что она наиболее удобренная. Ну да ладно, проехали. Короче давайте построим первый замок, поменьше болтовни, сейчас увидите что здесь нужно делать. Так, ну правда я бы хотел немножко, хотя может поближе, ну ладно середина, это все-таки середина нашего государства должна быть, поэтому начинается она вот здесь. Так и сразу быстренько проведем мы дороги, 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 дорожки. Дорожка первая наверное будет, да нет лес здесь не очень на самом деле. Для одного устройства скажем так, для одной постройки он не самый приятный, но окей. В принципе пойдет, главное только правильно провести дорогу. Сейчас я придумаю как это лучше сделать. Так, ну пусть будет вот так тогда, вот досюда я ее проведу и вот здесь уже построю. Здесь будет стоять лесопилка, нам понятное дело потребуется очень много дерева. Это наши первые жители, первый наш замок, они все сейчас будут таскать, обустраивать. Дома пока у нас никакого нет, но я не буду строить, хотя стоп, мне уже придется походу построить дом. Ладно, пускай построим первый дом, а сейчас они быстренько все добудут. Да, дожди, дожди кстати, это хорошая тема, а вот когда зима начинается, от него очень приятно. Так, ладно, в общем срубим эти деревья, мне надо будет 15 древесины, чтобы построить лесопилку. Вот спросят, зачем мне лесопилка, если можно и так срубить деревья? Дело в том, что лесопилка не просто срубает деревья, а срубает деревья, ну и возвращает их на место. То есть может получиться так, что мы нарубим деревьев и внезапно они на всей карте закончатся. И вы такие, да, это было плохим решением, примерно такое будет у нас после этого чувства, поэтому такс. А, еще требуется 5 камня, про камень что-то я забыл, ну ладно, камень тоже в принципе нетрудно добыть. Вот сюда ставим его. Это у нас, да, камень тоже можно по идее ручками добыть, но это будет совсем не то. Дороги не обязательно строить на самом деле к постройке, но если ты строишь дороги, то быстрее люди добираются и плюс открывается область, где ты можешь строить. То есть, например, если я там вот здесь захочу строить, они скажут, ты что дурак что ли, у тебя там даже дороги не проведены, мы там вообще ничего не знаем, что там находится. Мы строить тут не будем, поэтому пошел ты в баню. Типа такого будет. Так, в общем, добывать камень начали, ребята, но понимаете, у меня все рабочие, практически все рабочие сейчас там работают, поэтому один чувак у меня только камень таскает и мостик у меня не заканчивает, к сожалению. Хотя надо бы, что он ждет, тебе дерева не хватает? Есть же дерево. Так, ладно, я в принципе сейчас соберу 5 камня и дам им приказ, чтобы они здесь не работали, после этого я уже начну заниматься немножко другим делом. Все, 5 камня есть, отлично, убираем всех рабочих отсюда, пусть они дорубают мне деревья. И после этого у нас, говорю, уже будет строиться лесопилка. Лесопилка это одно из самых нужных вещей в самом начале, потому что по большей части сейчас все требует древесину. Камень, конечно, тоже требуется, но древесина пока что важнее, потому что новые дома для жителей требуют древесину. И там буквально самые какие-то первые фермы, по-моему, только древесину требуют, если я не ошибаюсь. Да, древесину вот они требуют. Так, ладно, в общем, тут они добыли, мне 18 дерева есть, окей, все, первый форестер ставим, вот здесь он будет у нас. Видите, область есть, которая будет, где он будет рубить деревья и где он же их также будет восстанавливать. Кстати, вот здесь точка получше будет, ладно, сюда воткну. Все, здесь сейчас они пойдут ее построят и все у нас будет круто. И давайте уже возведем какой-нибудь первый домик и также начнем думать о том, что нам надо бы сделать парочку ферм. Фермой бы лучше, конечно, куда-нибудь подальше построить. Вот здесь, кстати, классное место, я бы сюда, конечно, их отвел. Ну, точнее, простые фермы там безраницы, им главное, чтобы вообще просто полной жопы не было на почве. Главное, чтобы она хоть какая-то была бы, тогда нормально, можно просто пшено выращивать. А вот, например, для яблонь надо уже, как бы, чтобы идеальная почва была, поэтому надо за этим следить. Так, люди что-то радуются, работу что я нашел, что ли, или что-то они порадовались. А, первый домик появился, все отлично, значит, новые приезжие нас будут, у нас пять кроватей всего. А, да, им же спать негде было, король-то, король-то, у короля-то нет места для простых граждан. Пошли все прочь, да? Такс, что, деревья добывают, два рабочих, ага, шикарно. И, 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 сейчас нам потребуются фермы, 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 фермы. Такс, ну я даже не знаю, где бы их лучше построить, хотелось бы первые фермы, так, чтобы в будущем они мне не мешали работать. Ладно, вот здесь давайте первые фермы сделаем, потому что отсюда недалеко нести до самой базы и по-быстренькому в дома будут закидывать. Да, они будут брать пшеницу и потом ее закидывать себе домой и, в общем-то, я с ней, понятное дело, жить, работать и тому подобное. Так, ну и плюс, если не хватает еды, здесь, кстати, написано, сколько еды поглощают. Ну, сейчас они вообще еду не поглощают, но в будущем она по-любому понадобится. В общем, чем более удовлетворены наши жители, тем больше людей к нам заселяется в целом. То есть, они такие, воу, это государство хорошее, здесь как бы все, у всех все клево, никто не умирает и тому подобное. Они такие, да, я здесь хочу жить, поэтому они начинают приходить потихоньку к нам. Кстати, да, вот эта оборонительная полиста нужна, чтобы драконов складывать, башня лучников, чтобы вообще всех складывать. Так как на нас могут викинги прийти, хрена вообще спалить весь город. А это будет очень, наверное, грустненько, как вы можете догадаться, поэтому нам потребуется Chamber of War. Но для начала нужен Threshold Room, потому что мы не берем пока налоги с наших жителей. И, с одной стороны, это хорошо, потому что налоги все-таки бабки, точнее, фу, не бабки дают, а настроение портят нашим жителям. Поэтому, поэтому, поэтому с этим надо быть осторожней. Так, ладно, давайте сразу два домика построим. У них главное одно из требований, чтобы рядом стоял сосед. Я тут, по-моему, накосячил немного, и, скорее всего, либо вот этот дом снесу, либо еще что-нибудь придумаю. Но им колодец надо будет разместить. Вот их требования на данный момент. Это что-то рядом был колодец в случае чего, если там попить все, потушить дом, потому что может загореться. И также их интересует уголь, чтобы они хоть, ну, хоть что-то горящее, чтобы они могли там дом топить, еду готовить и все в этом духе. Ну, они, бывает, тут пшеничку носят, она тоже считается почему-то как уголь. Хотя тут уголь написано, они пшеницу носят, ее, типа, хватает бывает. Я не знаю, почему-то иногда они тащат пшеницу, и у меня срабатывало, что вот это срабатывает. Хотя это точно уголь, и тут даже картинка его нарисована. Но вот сейчас нет такого, типа, все, нет угля, и как бы отстанет меня, типа, такого. Так, что у нас тут? Давайте пока что отменим нашу лесопилку. Мне не хватает рабочих. И также пока что отменю я вот это добро. Мне надо, чтобы они начали... Так, ладно, я пока что оставлю только два поля. Пусть они закончат, пусть у меня уже новые рабочие придут. Я начну хоть что-то делать, чтобы все было пошустрее у нас. Так, и вообще мне не нравится, на самом деле, как у меня вот этот дом стоит. Надо было немножко... Неправильно дело, тороплюсь, когда я с вами на ролике играю. Я, на самом деле, в эту игрушку уже поиграл довольно прилично. Очень она мне зашла. А я просто такой... О, какая клевая... О, блин, она такая... О, как я такие игры люблю. Вот так вот примерно сидел. Ладно, короче, сейчас долбану какие-нибудь здесь. Здесь поставлю потом колодец, чтобы их все устраивало. Единственное, у этого соседа нет, да? Так, а у меня нет. Мне на соседа просто дерева не хватило, по-моему, да? Или нет? А нет, хватило на соседа. Ну, давайте сюда соседа ему. Потом будет грустить. И вот здесь колодец заденет всю область. Так что нормально будет. И пшеничка рядом тоже есть. Так что давайте, ребята, в темпе, в темпе, в темпе работайте. Потому что я боюсь, что прилетит какой-нибудь дракон и как хрена нас палит. Ну, правда, дракон может прилететь такой, посмотрит на нашу деревню такой. Ай, фиг его. Они слишком какие-то убогие. Не буду я их убивать. А может спалить к черту. И пока у меня нечем тушить, они как бы... Меня реально здесь уничтожат немножко. Так, а викинги, они вообще приходят и все сносят. Поэтому с ними супер будет грустно, если они к нам придут. Так, все. 35 кроватей у меня есть. Так что народ должен потихоньку подтягиваться. И давайте-ка мы откроем сначала вот это дело и вот это дело. Так, сколько у меня рабочих? Все, у меня бездель... У меня все в чем-то заняты. Поэтому ладно, поехали. Будем ждать, когда будут приходить новые жители. А то иначе работа не пойдет у нас. Надеюсь, что скоро времени они подойдут. Единственное, что их не очень устраивает. О, два айдлера появилось. Значит, там кто-то прибыл. Отлично. Здесь, кстати, информацию пишут. Что-то как. Кстати, чем больше наше государство разорвется, тем больше... А этого будет... Как оно? Нам будут давать, типа, такую фишку. Типа, ваше королевство стало деревней там. Ваше королевство стало уже более-менее каким-то городком. И тому подобное. Что прогресс какой-то идет, будет показывать количество жителей. Но у меня очень все плохо по настроению. На самом деле, это вопрос очень быстро решим. И просто нужно немножко нам камня. И еще проблема с тем, что у меня еды нет вообще. Она не успела выработаться у нас. И это просто капец, какая сейчас проблема. Просто жесть. Надо быстрее этот вопрос решить. Иначе будет очень-очень-очень-очень-очень все плохо. Так. Ну, тут успеет чувак выдрастить пшено. По-моему, там десяточка даст. И ее сразу уже слопают, эту десяточку. Поэтому нормально. Так. Давайте пока отменим лесопилку. Тоже мне нужно, чтобы больше ребят работало в другой пока сфере. Так-так-так-так-так. Давайте-давайте-давайте. Ребята, подтягивайтесь скорее. Так. Может даже, по идее, вот это пока закрыть. Ага. И-и-и-и. И колодец. Колодец. А, десять камня требуется. Ну ладно, окей. Так. Так, сейчас у меня другая пока что головная боль. Мне надо успеть построить что-нибудь, чтобы они начали у меня питаться. А то пока что вообще все грустно. Я очень-очень как-то все криво начал строить. Ну, не суть важная, я потом исправлю. Это не такая же большая проблема. Видите, они буханку хлеба требуют. Голодный пипец. Так. Ну, тут уже растет потихонечку. Да-да-да-да-да. Сейчас они здесь доделают. Еще один год, и все нормально. Сейчас им еды должно будет хватить, когда вот это все дело вырастет. Так что я надеюсь, что они не облажаются сейчас у меня. Так, сколько у меня айдлет? Два чувака у меня ничего не делают. Бездельничают. Так. Но новых жителей по-любому строить не буду. Это как бы глупо довольно. Так. Уже сильно голодает. Ну, ничего. Сейчас готово будет. Буквально совсем немножко осталось. Вот все. Провизию завезли. Конечно, сейчас все слопают. Но большая часть там будет довольна. Я думаю. Так. Давай-давай-давай. Вон там радуется. Ну, дайте вы рабочему-то моему еды. Все отлично. Все хватает. Теперь еды шикарно. Никакой проблемы у нас нет с вами в данный момент. Так, 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 так. Все с этим закончили. Значит, к нам сейчас потихоньку люди будут подтягиваться. Но я обеспечу нас большим количеством ферм. Поэтому сейчас мы еще построим, наверное, дорогу более-менее нормальную. Тут я пипецно настроил, конечно, кривизну нереальности. Так. Окей. Сюда, наверное, сделаю. Здесь просто хорошо так удобрена земля. Поэтому здесь стоит поработать в будущем. Так. Так, поедем тогда вниз, наверное, вот так. Надо бы соединить, конечно, две вот эти дороги как-то. Можно вот через сюда, наверное, соединить. Давайте так вот соединим. И заодно у нас будет большая область для работы. Так, дерево, правда, это довольно много будет стоить. Так. Ну, в принципе, пусть так. Так. Ладно, все. Я до... Ой, черт. Я уж думал, что из игры случайно вышел Escape. Нажал. Хотел отменить приказ. Так. Ага. Ага. Стоп. А, мне показалось, что у меня она сломанная почему-то. Так. Открываем заново лесопилку. Все. Теперь дерево, древесина пойдет. Сейчас еще карьер наш откроем снова. И сейчас новые ребята тоже подтянутся. И также, когда они подтянутся, я уже смогу... Так. Ну, проблема, говорю, с едой. Поэтому настроение у них и портится. Так. Ну, ничего. С едой вопрос решить довольно быстро. Можно, говорю. Это не такая уж большая проблема на самом деле. Просто я немножко неправильно начал делать. Потому что, говорю, с вами надо разговаривать. Я такой, типа, а? Черт, я вот этот нюанс забыл. Вот этот забыл. Ну, я аж не так много играл. Ну, хотя бы часик я до этого в нее поиграл. Как бы. Более-менее основы понял. Так. Ну, вполне себе. Может, лучше так, что сейчас какие-то викинги придут и скажут, о, привет, это королевство кристалла. О, да, здорово, клевого вас тут, а? Так. В общем, вот. Арчарт, он как раз яблоней эти. Они нас спасут. Очень много провизии будут давать. Лучше, конечно, пекарня. Пекарня. Пекарня фишка в том, что она в любое время работает. То есть, когда зима идет, то провизии... Ну, ничего из этого, считайте, мы не получим. Потому что, как бы... Ну, сами догадаетесь. Так. Вот это место, конечно, хреново сделано. Просто вездец. Надо бы вот это, наверное, снести и как-то вот эти домики бы передвинуть. Так, давайте демалишним все-таки, наверное. Так. Вот это мне просто... Просто меня это место реально напрягает. Я его настолько криво сделал. Насколько вообще это можно было сделать. Видимо, криво. Так. Колодец. Вот он. Вот он. Вот он. Сюда я его как раз поставлю. И людей будет чуть более устраивать жить здесь. Так. Все рабочие сюда. Так. 25 кроватей. Жители у нас пока еще достаточно... Ну, не все кровати заняты. Поэтому еще жители будут прибавляться. Так. Здесь сейчас все устроят. И по идее можно дорожку вот сюда провести. И здесь еще построить что-нибудь, чтобы... Так. Дракон. 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 Пожалуйста. Только не пали мою деревню. Черт побери. Где этот дракон? Кто это? Это какой? Ух ты, черт. Пожалуйста. Только не трогай. Не трогай. Он, конечно, не такой опасный, как викинги. Но, блин. Я бы не хотел, чтобы у меня сейчас были проблемы конкретно с драконом. Так. Пожалуйста. Пусть он забьет на меня. Так. Ладно. Теперь надо сделать вот эту штуку. Ее куда-нибудь желательно подальше отправить. Так. Ну, я не знаю, кстати. Единственное, что я не знаю, насчет взаимодействия. Если я поставлю вот эту штуку здесь, то так. Не надо, не надо, не надо. Так. Пока забил, походу. Так, 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 так. Нет, нет. Ну, уйди отсюда. Не, не. Давай, давай. О, или нет. Только, только не яблони. Давай, давай, давай. Уходи, уходи. Здесь ничего интересного. Да что ты тут? Все. У-у-у. Нас пронесло. У-у-у-у-у. Это реально могло плохо кончиться. Так. Ага, ага, ага. Все, с этим разобрались. Нас не тронули. Все хорошо. Так, фермы, фермы, фермы. Сейчас увеличим мы количество ферм. Еды этого маловато, говорю. Сейчас будем заниматься потихоньку этим. Плюс нам нужно увеличить количество жителей. В нашей этой прекрасной дедушке. Ну, когда куда берет? Вода берет, в принципе, неплохо. Так, самое основное, конечно, вот здесь. Здесь мы не трогаем. Ну, вот сюда. Здесь тоже неплохо, в принципе. Ну, ладно, нам можно. Я бы, на самом деле, уже построил коттедж. Но для коттеджа требуется 25 древесины. И эти ребята чуть более уже такие, знаете, их многое напрягать начинает. Так. Но зато тут же есть соседи. Ладно, я построю коттеджик все-таки. Коттедж реально. Просто 12 жителей вмещает в себя. И он очень клевый за счет этого. Так. Здесь поставили. И, 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 и. Так. Еда с едой проблем не будет у нас уже. Так. Следующее, что нам нужно сделать, это, наверное... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Следующее, наверное, сбору налогов начну делать. Потому что уже скоро времени надо построить какую-нибудь стену. Также побольше камня надо добывать. Потому что мы вокруг нашей вот этой земли построим стены. Чтобы на нас никто не нападал. И если будет нападать, то им потребуется время, чтобы нас пробить. Так. Счастье, счастье, счастье. Ну, все, проблемы с едой в основном. Как видите. Сейчас мы с этим... А, точно, я про пекарню забыл. Вот что надо. Да-да-да-да-да. Пекарня это очень клевая тема. Бейкер. Вот 25 надо дерева. Так, кстати, если вы думаете, почему у меня одна лесопилка стоит. Я не построю, например, 10. То тут есть такая фишка, что рядом ставить много лесопилок нельзя. Поэтому я и не могу заставить все лесопилками в этой игре, к сожалению. Так. Вот, все. Вот это уже нормальная провизия пошла. Так. Вот здесь, в принципе, или вот здесь. Нет, здесь он не разрешит. О, вот это неплохая точка. Вот тут, в принципе, одно дерево вырубить. Вот это чопнуть и вот сюда поставить. Нормально тогда будет. Сейчас кто-нибудь его вырубит. Так, если сможет. Блин, пожалуй... Колодец загорелся. Это как вообще? Ну, ладно, его тут же на месте потушат. Но это, типа, чё? Колодец загорелся. Вы серьезно? Так. Это тоже чопаем. Давайте чоп-чопайте отсюда уже. Так. Все. Жители новые прибыли. Настроение, смотрите, поднимается. Еда. Все. Проблемы с едой закончились. Народ сразу такой. Опа-поп-поп-поп. Здесь так клево оказывается. Когда еда-то есть. Так. Ладно. Дорогу закончу. Это мне нервирует. Такой кусок недоделанный. Так. Так-так-так-так-так-так. Где у нас эта штука для сбора налогов? 50 камня стоит. Ё-моё. Какая она же дорогая. Так. Ладно. Меня сейчас интересует еще вот эта штука. Карьер. Который здесь еще один будет у нас. Их не нервирует, что перед ними карьер стоит? Так. Нет. Их не нервирует карьер. Но их нервирует то, что у меня до сих пор нету. Вот этой штуки. Это то, что производит у нас этот. Как раз таки уголь. Там древесину в уголь пережигают. И в дома разносят потом. Это нельзя оставить рядом с жителем. Потому что потом их не возмущают. Кстати, тут есть советчики. И они говорят, типа, что нам лучше сделать. Но я их в основном не слушаю. Потому что к черту советчиков. Так. Да. Так. Все. Еще один карьер. Тут еще больше камня добывают. Так. Все. Процесс пошел у нас. И надо еще одну лесопилочку построить. Так. Где этот? Вот здесь я урыбил. Да? Поднял. Too far away from the roads. А. Я думал. Я думал, что это... Нельзя там строить. А это просто дороги, оказывается, там не проведены. Так. 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 Все. Провели. И индустрия. Индустрия. Так. Вот сюда. Наверное. Да? Давайте здесь. Надо больше травесины. Нужно больше дерева. Камни. С камнем у нас все окей. Кстати. Тут еще железная шахта. Тоже очень удобная. Так. Остается только накопить. Так. Жители. 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 Надо, наверное, еще один дом отбатцать. Я думаю, что мне, наверное, маловато уже жителей. Так. Тут все всех ребят устраивает. Ну, кроме того, что у них угля нет, то в целом их все устраивает. Вот здесь он делается. Дерево пережигают и делают из него уголь. Ага. Ага. Так. Новый колодец надо построить. Плюс почему я все ближе старался построить. Потому что там будут кое-какие постройки, которые нам очень небольшой радиус получаются. И они также очень важные. Так. И всякие развлекухи я еще не строю. Типа вот это, например. Это тоже поднимает настроение. Но я пока их не строю. Хочу сделать их попозже. Сейчас пока не горит. Сейчас у меня другие цели в голове. Так. А это мы пристроим к нашему королевству. Чтоб клево было. Так. Вот так вот, например. И смотрите, сразу так. Оп. И стены появились. Прикольно. А это что такое? Типа водой залило, что ли? Medium, Sail, Fertify. Что-то странное. Окей. Что-то какая-то вода. Видимо, от того, что водой заливало. Таверну тоже нам пока не надо. Все. Следующее, что мы строим, это еще один коттедж. Так. Коттедж, коттедж. Он здесь есть. Есть. Все. Сейчас будем брать налоги. Будет у нас бабки. Будут у нас бабки. Настроение народа в целом хорошее. Поэтому. Так. Тут что-то... А, это строят они. Я думал, что это горит. Я аж испугался. Думал, построил такую дорогую постройку. Она уже горит. Сейчас бы у меня пригорело тогда после этого сразу же. Так. Castle, Castle, Castle. В общем, с карьерами, с форестерами пока забрался. Но надо бы еще, наверное, один форестер построить, мне кажется. Но не в этой же части, наверное. Где-то побольше древесины хочется. Ну, вот здесь самое клевое место для древесины, понятное дело. Какой-нибудь вот сюда бы провести дорогу. И вообще шикарно получилось бы. Ну, так далеко. Может, все-таки и сюда провести. А давайте демалишними и пойдем в ту сторону. Я думаю, что ничего в этом плохого не будет. Все равно какое-то расстояние она возьмет. И там можно будет еще построить. Так. Что у нас? Мне показалось, что 49. Это типа у нас эти какие-то настроения. Я же чуть душу не отдал. Так. Все. Остается ждать, когда народ подтянется. Который достроит. И еще лесорубов добавим. После этого... А, все. Налоги можно брать. Так, все. Налог. Единичку берем налог. Не будем слишком жадничать. Возьмем единичку всего лишь. После этого мы будем копить на Chamber of War. Это позволит нам отделать генералов. И разблокирует нам баллисту. И мод какой-то. Мод это типа эти... Кстати, тут еще какие-то огры есть. Вот. Кого я не видел, так это огры. Нам нужна баллиста, чтобы сбивать дракона. К чертям. Баллиста, она лучше всего против дракона. Хотя и... Кстати, вот стены. Они вот так вот будут возводиться. Но они супер дорогие. Поэтому пока что мы к ним еще не готовы. Так. Может быть, одну прорубить? Давайте одну-ка чопнем вот эту. И дорожку еще на один блок дальше проведем. Так будет лучше. Как мне кажется. Где? Блин, я вечно теряю здесь. Таун надо запомнить, что в таун находится. Мы уже, кстати, выросли до маленькой деревни. До маленького города. До маленького поселения. Короче, вы поняли. Все. Форестер. И вот сюда. Все. Шикарно. У нас пока что с лесом проблем, наверное, не будет. Надо бы объединить в одну дорогу, наверное, вот это дело. Так. Вот это дерево специально вырублю. Чтобы вот здесь в случае чего объединить. И здесь начать тоже что-нибудь строить. Так. Таун. У нас есть госпиталь. Но госпиталь нам не нужен. Та-та-та-та-та. Так. Ну деньги что? Собираются? Собираются деньги. Но очень медленно, к сожалению. Деньги собираются. Но очень медленно. Это очень печально. Так. Что у нас там едят? Сколько? 62, 34, 65 едят. В общем, мы остаемся в плюсе в любом случае. Но лучше сделать еще кое-что. Так. Эта тема, она увеличивает продуктивность ферм. Поэтому мы должны ее построить. И вокруг нее, понятное дело, начать строить фермы. Это будет наша основная ферм-зона. Фарм-зона. Не знаю. Как лучше сказать. Так. Ну пусть она будет, наверное, в этой стороне. Здесь я особо ничего строить не собираюсь, наверное. Хотел дорогу провести для удобства. Но в принципе не суть важна. Так. Если дорогу буду проводить через сюда. Вот так пойдет. Все равно заденет, да? Ну, можно пойти это демолишнуть. Так. Давайте вот сюда поставим. Это демолишнем. И перестроим это в другом месте. Как ручка в мейкер. Куда-нибудь. Не знаю. Блин. Это настолько неприятная штука. Ладно. Давайте где-нибудь вот здесь поставлю. Главное, чтобы они побыстрее отбацали. А то они сейчас начнут мерзнуть и возмущаться. И с них и так налог стал брать. У них настроение сразу пипец как падает. Если налог на них. На них какой-то налог. Вот минус 12 сразу настроение становится. Это, как понимаете, довольно грустненько. Так. Фермы, фермы, фермы. Ну, так же сейчас достроится. Я начну. Так. А, здесь еще не удобрено. Блин. Вот это, кстати, я закосячил. Вот это я закосячил. Так. Давайте-ка демолишнем это. Ресурсы здесь остались. Но надо конкретно строить ферму так, чтобы у нас не было таких мест, что там плохо удобрено. Но, а то так получится, не максимально правильно используем мы нашу, 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 нашу эту. Так. Вот вроде тут круто, да? Ага. Давайте вот сюда. Здесь нужны дороги теперь. Как раз я хотел провести дороги. Только вот из-за того, что у нас, походу, там это стоит чувак, который восстанавливает деревья. Он мне только срубил дерево. Походу, его обратно вернул на место. Это он, конечно, молодец. Ничего не скажешь про него. Ладно, вот сюда. А, ну, в принципе, тут и так все хорошо. Вот отсюда можно дорогу провести. Вот так, вот так, вот так, вот так. Чтобы не было вот этой зоны, типа, не заселенной. Он как-то так, короче, криво. Но главное, что будет работать. Ох, сколько еды. И, кстати, у нас еще вот, что я забыл построить. У нас нету грэнери. Даже маленького грэнери. Это очень важная штука. Почему? Потому что туда будут складываться запасы еды. Это, как понимаете, очень-очень-очень важно. Так. А вот здесь деревья мешают. Окей. Так, дайте-ка я, короче, отсюда пока этого чувака выключу и срублю. Вот это дерево сколько тут? Да, вот это дерево мне только мешает. Все функционирует. Правда, я криво поставил, чуть не в ту сторону. Я ее повернул, но не суть важна на самом деле. Куда мы ее повернули? Раз, два. Ну, давай, быстрее срубай. Все. Отлично. Все. Ферма будет офигенная. Также сейчас много еды туда будет помещаться. А дальше остается только подождать, когда налог накопится. И мы уже начнем заниматься более серьезными делами. Также бы хорошо возвести пару стен. И вообще, если викинги, то они приплывут с воды. Поэтому фиг его знает, как они здесь отсюда подступиться могут, отсюда могут подступиться. Поэтому непонятно, как лучше строиться. На самом деле, я это плохо понимаю. Я еще не сражался нормально с викингами. Они на меня напали и разбомбили в прошлый раз. Вот как я с ними знаком. Лучше, конечно, как-то перенести, наверное, фермы вот с этого края и стенку вокруг обвести. Тогда будет самое крутое, наверное. Так. Ага, дерево мы срубили. Да, обратно открываем эту тему. Ну, у нас пока все заняты чем-то. Надо ждать, когда новые жители появятся. Но в целом у нас все очень быстренько стало идти. Прогресс идет. Дома у нас тут построены. Хорошие. Ну, пока что ситуация, в принципе, кайфовая. Я бы сказал даже. Так. Давайте-ка мы поднимем, наверное, такс рейд. Все-таки я подниму на какое-то время. Мне очень надо, чтобы быстрее, быстрее, быстрее накопилось денег на все-таки Chamber of War. Я надеюсь, что просто я смогу превращать своих ребят в войско. Потому что, ну, блин, если я буду только отстреливаться арбалетами, то я фиг его знает, насколько это вообще эффективно. Потому что круг-то, видите, какой из стрельбы. Ну, очень скромненький, согласитесь. Прямо так не... Прямо все государство тяжело такими защитить. Конечно, можно много их наставить вокруг. Но, может быть, можно избавиться... Решить этот вопрос гораздо быстрее. Вот о чем я думаю. Если как только вот они сейчас мне накопят налоги, я сразу же их сниму, чтобы все клево было. Ну, кстати, фирма реально круто работает. Я смотрю, что очень крутая штука вообще. Так, все мы накопили. Пока что отменяем. И строим Chamber of War. Блин, она такая большая, что ли. Хотел как-нибудь красиво ее вписать сюда. Она что-то какая-то очень здоровая. Ну, может, вот так можно поставить. И вот так. Трудный выбор. Давайте так. Все-таки так лучше поставлю. Мне так больше нравится. Здесь, если что, вышку можно построить. Ну, вот такое-то у нас уже маленькое какое-то королевство есть. Я специально эту серию делаю большую, чтобы как можно больше вам показать, чтобы вы поняли, что игрушка очень классная. Еще на меня, правда, никто не нападал. Правда, если бы на меня кто-то уже напал, скорее всего, мы бы закончили. Я что-то чую, что меня раскидает почему-то. Ну, я ни разу не строил эти бараки. Может быть, они реально помогут мне сейчас. Но сейчас очень много камня надо будет нам. У нас почти все провизии добываются. Эти склад просто переполняется. С едой вообще проблем никаких у нас нет. Теперь. Это даже немножко плохо, потому что у меня склад забивается. Так. Давайте еще, наверное, блин, здесь нельзя строить. Вот сюда тогда отбабахать. Ладно, пусть они сначала достроят вот эту тему. Так, отменим пока лесопилку одну. Мне нужно побольше рабочих. Мне надо реально больше свободных рук. Поэтому, ребята, каменщики, вот свалите с этой работы. Вы сейчас будете заниматься строительством моих сверхнужных постройок. И тушить дерево, потому что дерево это жизнь. Я не знаю, если дерево сгорит, тут же его лесник пойдет, восстановит. Ну все, такая тонна рабочих. Они быстро построят то, что мне нужно. Также давайте-ка мы пока можем построим, говорю, еще одну эту. Еще одну гренери. Потом заменим ее одной большой. Пока что пусть так будет. Это просто молния, если что в дерево ударил, поэтому она загорелась. Все. Теперь надо будет заниматься сейчас наращиванием количества жителей, наверное, у нас. Или же что-то в этом духе. Ну пипец, он какой дорогой. 22 дерева осталось снести. В основном дерево. Сейчас дерево потащат всей толпой. И тогда все будет круто. 100 дерева уже накопилось. Нифига себе. Как так успевают эти лесники так много сделать? Ну лесники клевые, ребята. Пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. Ну, еще пять дерева. Еще пять. Еще пять дерева. Давайте. Вы сможете. Я верю в вас. И вашу веру в меня. Так. Во. Чего, блин, герой сотку стоит? Какого черта? Разводи вы. Так, ладно. Короче, я очень переживаю за свое государство. Поэтому сейчас мы быстренько наделаем новых домов. Чтобы к нам пришли новые жители. И после этого начнем уже строиться в оборону все-таки. Мне кажется, что если я сейчас не начну этого делать, потихоньку-потихоньку придет тот момент, когда мне будет полный звездец. Поэтому я бы этого очень не хотел. Очень бы я этого не хотел. Так. В общем, ждем пока. Главное, что с провизией все окей. Я по этому поводу еще могу долго не переживать. Потому что реально очень много. Ну, всего лишь шесть угля. Угля очень мало. Просто капец как мало. Потому что на все дома этого явно не хватит. На каждый дом надо пять угля. У меня его всего там шесть в запасе лежит. Сейчас я эти два дома построю. Они все-таки улетят. И все. Никому будет чем-то вообще греться. Так. Опять у меня. А, у меня же опять рабочих нет. Да я, блин. Что ж я такой странный-то. Забывая про то, что рабочих-то нет. Так. Лесопилку пока отключить. Давайте отключим пока лесопилки. Я просто провизию не хочу отключать. А ресурсы пока добычу не сильно надо. Главное дома достроить, чтобы новые люди начали приходить. Так. Блин. Ну, чуть-чуть камня, правда, еще бы не помешало. Чтобы я колодец здесь построил. И прям все идеально было. Мда. 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 Ну, ребята. Я думаю, на этом эту серию закончу. Это такая первая серия по этой игре. Я не знаю, насколько она сильно вам понравится. Сколько вам хорошо зайдет. Но хотя бы один ролик по этой клевой игрушке я запишу. Очень бы хотелось снять по ней продолжение. Если вам понравится, можете поставить лайк. И мы поиграем в нее еще. Наберется там 3000 лайков. Или еще больше даже может наберется. То я обязательно поиграю в эту игру еще. Так что там все в ваших руках. Ну, и также, если я вам как-то понравился, можете на меня подписаться. Я тут разные игры играю всякие. Вот. Если вы хотите меня видеть больше, то можете подписаться, говорю. И лучше нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. На этом все. Всем удачки. Всем пока. В описании сейчас загляните. Там ссылки на мой ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, стрим канал. Кому интересно, можете туда тоже подписаться. Ладно, все. Удачки. Пока.